трехсотлетию перми посвящается вот и начался квн в интернете вау это первая лига второй четверть финал чина же чтобы это не значило пять команд сыграют три конкурса а пройдут только две а может и не две решать это будут люди положившие юмор на лопатки наше мульти брендовое жюри и проведет все это шоумен игорь ознобихин чтобы это не значило обожаю квн в интернете подписывайтесь ставьте лайки и досмотрите это видео до конца приятного просмотра костя хватит дима тоже хватит привет первая лига да с вами реально опять ознобихин это для тех кто только что спросил это что реально опять ознобихин многие из вас думают что цель ведущего это просто объявлять команды и быть секс символом лиги это да но мне этого недостаточно моя задача быть всегда на стороне команд поверьте квн-чикам не так просто ведь зритель требует от них юмора а комментарии на ютюбе требуют хоть какого-нибудь юмора поэтому я буду помогать командам ну вот к примеру часто во время их выступлений мне приходит мысль вставить что-нибудь смешное ну что-нибудь свое обещаю этого не делать итак мои любимые команды готовы мои любимые операторы готовы жюри готова а это значит что настало время вы смотрите квн на ютюбе это флекс это хайп ладно к следующему эфиру я точно найду эту фразу это второй четверть финал первой лиги квн сегодня вы увидите пять команд которые поборются за великое звание полуфиналистов первой лиги лично у меня такого нет из пяти команд следующий этап пройдут только две две из пяти как пары летних брюк в которые вы влезли две из пяти как удачные прически в пермском барбершопе две из пяти как оставшиеся подруги у бабушки просто с остальными она поругалась ну вы меня поняли так теперь к делу сегодня вы увидите три конкурса и начнем традиционно с приветствия команда квн томская сборная томск всем привет мы команда квн томская сборная из города томска вау привет это у нас мигран я коля это алиночка это одел от степка вот владосик можно называть его траволта вот ванька вот денчик и вот у нас серега сидит мы команда тусовка потому что это про нас это жизненно мы веселимся и кайфуем вообще где где бы мы ни находились вы просто если вдруг где-то увидите нас посмотрите как мы себя везде ведем вы поймете почему мы команда тусовка сегодня еще и решается кто единоличный чемпион азии а кто лучше откроет эту игру если не команда тусовка пацаны подождите мне девушка звонит мы уже начинаем пацаны она у меня капец какая строгая алё это томская тусовка будем блять всегда утра буду в кайфовать ты будешь с нами прям как будто от вина да тут нет никакого алкоголя это просто прикол мы сегодня разорвем всех девчонок заберем да пацаны хватит зая нет тут никаких девчонок я на кв они вот даже игорь ознобихин подтвердит а сегодня мы хотим закатить летнюю тусовку поэтому встречайте нашу алину в купальнике ты где в этом купаться собралась в каме внимание купающимся надвигается цунами тестостерона как же прекрасен шум волны летом на пляже девушкам нравятся спасатели спасатели чего да я малибу что ли просто спасатели какая красивая советская паранджа вот держи ракушку он в ней чемпионат по самбо выигрывал что у вас колоночка сдохла мои молитвы были услышаны во имя короля и шутацию жив ну и что-то сыграть можешь да все что угодно если это очень сильно похоже на гражданскую оборуду да ну вот такая летняя тусовка дэнчик врубай типа с речки и погнали зал тепленький газуе а в конце учебного года не все преподаватели успевают дать свой материал в срок и нам кажется мы поняли почему дети не успеваем по программе поэтому быстро философия канта Виктор Петрович а слышали что Байден заявил ну слыхал но сейчас не об этом философия канта а слышали что в Грузии происходит хватит лясы точить как в Госдуме а вы двое слышали что должники будут сдавать у меня на даче ну слыхалим а а а а а а а а этим летом российские спортсмены не примут участие в евро и олимпиаде Но нашим фанатам нужно за кого-то болеть. Итак, на Международной Олимпиаде по информатике для школьников. Витя Исаев, все задачки порешает Витя Исаев. Тише! Вы срываете нам Олимпиаду! А это за то, что вы нам срываете Олимпиаду! Контрол! Отделить диспетчер задач! Снять задачу, снять задачу, снять, снять, снять! Не подсказывайте! А что нам еще делать? Мы сборная России по футболу! Здравия желаю! Распевайте! Показывайте! А быстрее, чем новые звезды, в России появляется шоу с этими звездами. И соревнования в этих шоу становятся все бредовее. Ехал Грека через реку, рак за руку Греку цап. Спасибо, Мияги! Это шоу скороговорки со звездами, где звезды рассказывают, что скороговорки! Ну а теперь я? Нет, теперь Иван Ахлобыстин. Шла США по шоссе и... Дальше мы поняли! Ну а сейчас-то я? Сейчас Дмитрий Нагиев! Тридцать три корабля лавировали! Лавировали! Да, не... Дмитрий, ну это же скороговорка! Это моя максимальная скорость! Ну а сейчас-то я? Ну а сейчас Екатерина Мизулина! Там, где нас нет, горит невиданный рассвет, где нас нет! Остародися, я не могу! 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 Серега, ты че не купаешься? А просто в последнее время стал особенно популярен хобби-хорсинг, по которому недавно в России прошел чемпионат. А это значит, что люди к этому готовились, ну и кто-то тренировал. Тренер идет! Сяду я верхом на коня, Ты неси по полю меня! Либо вы уходите сейчас, либо остаетесь до конца соревнований. Это палка о двух концах. Я подготовлю вас так, что вы всех своих соперников и в хобби-хвост, и в хобби-гриву. Смотрите, как надо! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, а конец летней тусовки обычно выглядит так. Берег реки, лунная ночь, костер, в котором потрескивают дрова. И гитарка! И гитарка. О, ребят, смотрите. Большой ковш. Малый ковш. А чё, на небе тоже воду отключили? Мне кажется, или на том берегу тоже армянин сидит? Ну что, ребят? Гитарка уже начинает навевать воспоминания. Окутала нас ночь, покрывала. В жизни и истории много бывало. Куча эмоций просто навалом. Хорошее вспомнит, такого немало. Ну раз делимся воспоминаниями. Угадайте, у кого вчера секс был. А давай-ка мы у тебя этот бинокль заберём. Пацаны, а я вспомнил, как у меня первый зуб выпал. Я тогда его под подушку положил. Утром просыпаюсь, а его нет. И дед такой радостный сидит, мясо жуёт. Ребят, о чём мы только о своём вспоминаем. Давайте вспоминать что-нибудь глобальное. Владос, заряжай. Мы вспоминаем о чём-то глобальном. Чё думаешь, у меня на любую твою хотелку куплет есть? Не, ну если серьёзно. Вот вспомните, какая раньше музыка была. Да, без подписки. А помните евро 2008? Да, по 35 рублей. А помните детство в нулевых? Вся семья собиралась возле телевизора смотреть КВН. Дворы пустили во время финалов. На рынках в рупор кричали результаты. Капец, мы не вовремя играем. Ребят, а почему мы в России только и делаем, что вспоминаем? Вспоминаем про космос, про спорт, про образование. Не, про это, конечно, не стоит забывать. Но может, пора уже и самим двигаться дальше. О, а замечали, что всегда на таких мыслях светает? Томская сборная. Тусовка Даталова. Досмотри это видео до конца. Там будут смешные, неудавшиеся моменты. А пока посмотрим те, что считаются удавшимися. Своё приветствие нам покажет команда КВН сборная офисных работников. Барнаул. Всем привет. Мы команда из города Барнаула сборная офисных работников. Меня зовут Вова, это Игорь, Алена, Дима и Миша. Мы в разное время работали в разных офисах и решили, что из этого может получиться юмор. Ну, потому что самим угорать в одинокого не очень хорошо. Этим нужно поделиться с людьми. А если честно, команда была собрана в курилке в Сочи. Курилка – это судьбоносное место для любого офисного работника, если честно. Но курить вредно. Тему для наших шуток мы берем и из реальной жизни, так как я единственный офисный работник, который остался в команде. Грамотно. А меня ты сейчас жестко слил, да? Потрясающе. Да, у нас осталось в команде всего два офисных работника, но тем для шуток, у меня семь лет офисной работы, тем для шуток у нас еще, давайте так, на четвертьфинал, который сейчас будет, на полуфинал, на финал, сколько вышки игр. И на суперфинал. Да, все нормально, тема есть. И на летний кубок. Тема есть, дней отпуска нет, все. Чтобы вы понимали, мы хотели бы попросить сильно не афишировать нас. Странная, да, просьба. Просто, если что, мы на больничном. Добрый вечер. Я вижу в жюри новые люди. Это ж заново объяснять, кто мы такие. Ладно, вы все видели офисных работников. По утрам у них грустные лица, а в руках контейнеры с едой. Да, да, как будто на поминки со своим едут. Но мы не такие. На работе нам говорят, что мы самые смешные. Поэтому сегодня мы будем выступать на нашей территории. Добро пожаловать к нам в офис. О, Димка, что делаешь? Дим, ну, во-первых, это не ноутбук. А во-вторых, ну, был же разговор. Используй ВК-видео. Угадай, мыл? Дядя Игорь, да убери! Это дядя Игорь, охранник нашего офиса. Недавно на тусовке Фури погнался за велосипедистом и потерял паспорт. Усы, лапы, хвост. Вот мои документы. Так, через алкорамку все прошли? Так. А меня как-нибудь провести можете? А то я ни туда, ни сюда застрял в этом коридоре, как в чистилище. Так уроды! Это Алена Евгеньевна, руководитель нашего отдела. Но совсем недавно она работала в ночном клубе, но там ее за ногу укусил очень известный актер. Да, умеет боярский чемпионство Зенита отмечать. В этой папке все ваши косяки. И я ее сейчас унесу директору. Очень интересно, что там можете почитать? Уважаемые брачующиеся, вы че, уроды, папку подменили? Да, они согласны. Это че сейчас было? Да мимо проходил, дай, думаю, загляну. А это Миша, наш компьютерный мастер. Он, если клавиатуру лизнет, может определить, с каким вкусом вы чипсы ели. А все потому, что каждый день после работы он предпочитает купить бутылочку Жигулевского. А сыну бутылку Джек Дэниелс. Все лучшее детям. Ты очень плохой отец. Я отчим. Как отчим хороший. Высший. Молодец. О! Вот таким дружным коллективом мы пришли играть в КВН. Не переживайте, юмор будет не только про работу. Мы ж, в конце концов, не медики. Офис, сделаем вид, что работаем. Дмитрий Анатольевич Медведев перечитал свои посты в Телеграм. Пу-пу-пу. Ну да, тут бы смайликами разбавить, конечно. Что? В Пермском банке. Всем стоять! Это ограбление! Бабки в пакет! Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, 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 сейчас. А вы сегодня до скольки работаете? До семи. Мы попозже заглянем. Одиноким женщинам подруги часто советуют найти мужчину, так сказать, для здоровья. Вот одна нашла. Я думала, будет как-то пободрей. А тебе пободрей уже нельзя, подруга. В заброшенном здании. Помогите, меня грабят! Слушай, закрой рот скотчем. Сейчас, 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 подожди, сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Ну хотя бы пакет на голову надень. Сейчас. Ну сейчас, сейчас. Мне кажется, я в безопасности. Урод дома. Ну что, счастливый отец, вот ваш сынок. А можно как-то дочку? Не поняла? Ну, дочку можно? Ну, у нас не магазин. В чем проблема? Да как ты не поймешь? Дочки, они же всегда ближе к папке. Бегают рядом с ним постоянно. Да ты только представь. Каждый день перед садиком косички заплетаешь. Вот уже первый класс. Ты за руку ведешь ее на линейку. У нее бантики, рюкзак. Вот уже одиннадцатый класс. Она отпрашивается на дискотеку с парнем. Ты против? Она говорит, пап, а ведь он так на тебя похож. Отпускаешь, но только до десяти. И вот они уже создают семью. День свадьбы. Ты ведешь ее под венец. У нее красивый макияж, шикарное платье. Фата развивается по ветру. И ты прикинь, вместо нее пацан. Да, блин. Да, Алена Евгеньевна. Бегом в офис. Вы со своим этим КВНом совсем не работаете. Поэтому директор передал, что все выходные вы проведете в офисе. Погода вроде ничьячок. Собрались мы на пикничок. Директор странный мужичок. Не отпустил наш шашлычок. А мы настроились уже. Не пропадать настрой уже. Дымок. Пошел по офису дымок. Дымок, дымок, окутал потолок. Переворачивай. Пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. А я не поняла. А почему в офисе пахнет жареной бараниной? Алена Евгеньевна, да просто у вас курдюк подгорает. Да сколько можно? Злая собака, да злая собака. Вы думаете, что я не человек? Вы думаете, я не хочу немножко винишка и шашлыка? А вы меня никогда не зовете? Угу. Чтоб вы подбежали, кусок взяли и где-нибудь закопали? Как в прошлый раз? Да как ты достал, Вова? Да какое вы имеете право? Вы же не скидывались. Сколько? Сколько? Миллион двести. Че так дорого? Офис горит. Ребят, давайте проверим, сколько наших людей в зале. Дорогие друзья, если кто-то из вас раньше работал, либо сейчас работает в каком-нибудь офисе, поаплодируйте, пожалуйста. Братья и сестры, эту термокружку я поднимаю за вас. У меня тост. Не страшно работать на дядю. Димка, тебе страшно работать на дядю? Если честно, у меня даже не дядя. Тем более. Страшно найти в офисе, оставленный коллегой два месяца назад, контейнер с едой. Сборная офис... Дядя Игорь, а ты че грустный стоишь? Просто мне кажется, что сегодня члены жюри победу отдадут местной пермской команде. Ну, с одной стороны, это даже правильно, но, уважаемые члены жюри, вы себе там где-нибудь пометьте? Если что, мы команда географически беспринципная. Сборная офисных работников. Город, сами подставите. Спасибо, это была команда КВН сборная офисных работников. Барнаул. И еще одно приветствие. Команда КВН Гиккенс, например. Всем привет, мы команда... Диккенс, например. И мы из города... Челябинск. Наши дела вообще отлично, потому что мы пока еще не выступили. Но думаем, когда я выступлю, будет еще лучше. И мы крутые. Это сто процентов, я считаю. Такие наши дела, мы крутые. Своим выступлением на одной восьмой, честно говоря, мы не сильно довольны. Лично я точно. Были небольшие у нас такие эти... А еще, если вы не знаете, мы комменты читаем, да? Кстати, по поводу комментов отдельный разговорчик. Один хороший комментарий, вы сейчас серьезно? И то, что мы огонь. И 132. Это значит, что мы хороши, популярны, привлекательны, сексуальны. Типа люди нам завидуют. У меня такого не было в комментариях. Не ври. Так что с этой игрой у нас? А, у нас это игра. Ну вообще мы в этот раз верим в наше выступление, в оба конкурса. Нам очень нравится то, что у нас получилось. Единственное, переживаем за разминку, но надеемся, что она пройдет... Позитивно. Позитивно, хорошо, на кайфе, на уверенность. И динамично. Да. Мы снова с первую приехали. А ну встречай девчонок сразу с рэпа. Начинаем это мощно и кочево. Удивились, ну а че вы не соскучились по нам? Вы сексистами не будьте громче, хлопайте че пацанам. Мы сейчас на сцене показать таким, как мой пример. Снова попытаемся мы перепрыгнуть, тут барьер. Хочется громко кричать, это Диккенс, например. Зал у вас большой, но для нас подходящий размер. Ну все, пока. Вот, а если бы не рэп, мы бы не увидели, как нас мужики вот так вот смотрят. Да, да, да. Диккенс, например, на сцене. А многие женские команды — это сладкие булочки. Перед вами чесночные гренки. Нас из пивной тарелки последними разбирают. Это Лиля, суррогатная мать семьи Джигана. Ну, явно же Самойлова не сама четверых родила. А че молчим? Да у нас там дальше песня про тебя есть, но я боюсь, ты обидишься. Песня про меня? Впервые в жизни? Конечно, не обижусь. Ну, смотри. А где прошла ты, там газону звезда, и асфальту звезда, и бордюром звезда. Да хватит! Да ладно, Лиль, не обижайся. Помни, ты чесночная гренка. Да! Ого, а это сколько тазиков с водой надо нагреть, чтобы вот это все помыть. Ого, а это тебе волосы фарами выжгло. Сюда! Ты че вышла? Ну, я хочу, чтобы жюри посмотрели на мой размер груди и поставили соответствующие оценки. Не получится, у них нет таблички. Не делай так. Ну, а что за неприязнь ко мне? Да сейчас все парни только на тебя и смотрят. Ну, пойми, парни приходят, уходят. И все за одну ночь, да? Да ну вас. Ну, поехали! Миниатюры! Хорошо, что парни ведут себя так странно, как иногда девушки. Иначе могла произойти и такая ситуация. Коля, ну все, я дома, родила. Ммм, ясно. Че ясно, Коль? Я родила. Одного. А я трое не хотел. Ну, извини, как бог дал. Вечно у тебя кто-то виноват. Он вообще троицу любит. Не мог он одного дать. Ладно, Коль, сделаем мы еще двоих. Точно? Конечно. Я тебе, кстати, по пути. Вот, рыбу купила. Одну. Борзейш, Коль. Появилась новость, что на Валберес продают машины. Итак, в ближайшем будущем. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, у вас квартира. Ага, держите. Спасибо. А если мне не понравится, я могу ее сдать? Ну, это теперь ваша квартира. Хотите, сдавайте. Хотите, сами живите. Спасибо. Здравствуйте, у нас возврат. Да, что у вас? Вы же в курсе, что за возврат 100 рублей? Давай. Нечего было у меня 100 рублей воровать. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, у вас вот эта штучка. Спасибо. Здрасте. Здрасте. О, у вас рабочее место. Поздравляю. Следующий. Так, вырубай, вырубай. Уважаемые жюри, у меня к вам претензия. На прошлой игре вы девчонкам сказали вот это. Вы же знаете, что вы классные. Ну, на самом деле. На вкус и цвет, знаете, есть любой спрос. Любой есть покупатель. Вы это прекрасно понимаете. Ты говоришь, что мы не сексуальные. Нифига себе. Вы в соски. Вы в соски. Вы в соски. Вы сказали, что они соски. Но они уточнили, что эти изо рта младенцев. Пожеванные. А они же вам поверили. Ну, сами теперь разгребайте. Встречайте. Новые Диккенс, например. А кто здесь секси-герл? Я. Кто мужиков сейчас в экстаз привел? Я. Кто девчат всех пацанов увел? Я. А ну-ка, мужики, руки на стол. Руки покажи. Я окей. Если не нравлюсь тебе, то ты гей. Я с виду, как принцесса из Дисней. Я соска, но не та, что для детей. Да вы секси-танец? Кто прикасы все? Да мы прекрасны. Да мы лучше всех. Красивей, страстней. На английском мы? Very sexy. Мы же секси-герл. Ну все, девочки, теперь мы уверены в себе. Давайте поможем остальным девчонкам в зале. Ой, моя хорошая, что у тебя? Мне кажется, я страшная. Никаких кажется. Будьте уверенней, ты сто процентов страшная. Спасибо. Солнышко, а что тебя беспокоит? Меня никто не понимает. Че? Меня никто не понимает. Меня никто не понимает. Я заберу микрофон, ничего не понятно. Да-да, мужчинка, что ручку тянем? Привет, привет, привет. Извини, я не хочу портить фигуру, малыш. Вау! Кто прикасы все? Да мы прекрасны. Да мы лучше всех. Красивей, страстней. На английском мы? Very sexy. Мы же секси-герл. Ага. Ну и что вы мы хотели сказать в конце? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Попались? Это же не я. Вот она я. Согласна одно лицо. Ладно, идите отсюда, это моя команда. Дорогие друзья, и что мы хотели сказать нашим номерам? Верьте в себя, ведь лишь с одной верой в себя можно покорить мир Ну а мы пока начнем с 1-4 и 1-й лиги Диггенс, например, спасибо Спасибо, это была команда Диггенс, например, Челябинск Всем привет, мы сборная медицинских работников Мурманской области На 1-8 нас тут решили немножко, что мы врачи Нет, мы именно медицинские работники, поэтому свою команду мы так и назвали Совмещать работу в больнице и в КВН очень сложно Ну, возможно Сегодня будет сложная игра, думаем, что мы пройдем Вообще, я думаю, что пройдут все команды Мы задружны КВН, мы задружны жюри Мы хотим, чтобы прошли все команды, потому что мы настолько ко всем прикипели Ко всем привыкли, всех лечим, всем лечим, что мы лечим Да, поэтому мы всегда надеемся на то, что пройдут все На самом деле, каждая команда достойна Каждая Следующими выступит команда КВН сборная медицинских работников Мурманской... Простите, что-то стало нехорошо Спасибо Извините меня В зале есть врач? С врачами встретиться Задача трудная В регистратуре Как окулист Акулист Акушер Но мне кардиолог лишь нужен Прости, кардиолог загружен В КВН он играет К тому же Он не врач Он сегодня артист На сцене сборная медицинских работников Здравствуйте Мы все действующие врачи Мурманской областной больницы И пока мы здесь неделю играем в КВН Наши кабинеты в Мурманске выглядят так И что? Никто не жалуется? А кому? Мы же все здесь Давайте знакомиться Я Дмитрий Юрьевич Новый главврач Мурманской больницы А как так вышло? В прошлый раз обычным терапевтом приезжали Здесь все просто Алло Министр здравоохранения Владимир Владимирович До меня тут дошла информация Что главврач Мурманской больницы не справляется Поэтому рекомендую присмотреться к Дмитрию Тихонову Да-да Вот он рядом стоит Живот мне гладит Он, кстати, пародист неплохой Кого пародируешь? Игоря Азнабихина Мент из реальных пацанов Вот, слышал? Похоже, да? Я правда не знаю, кто это Ну так вот Что значит профобразования нет? Я так скажу На президентов тоже не учат Так Светлана Павловна На правах главврача спрошу Вы зачем на флюорографии Заставляете мусульман брать крестик в зубы? Такие правила Они что, чем-то отличаются? Ну кое-чем да Здравствуйте, здравствуйте О, а это наш мурманский депутат Александр Владимирович Скоро день медицинского работника, поэтому давайте Просите, что вы хотите Да мы уже в прошлом году просили, что хотели Тонографы и МРТ О новых мы давно мечтали Зарплату тоже чуть поднять А вы на это нам сказали Я подарю вам ландыши Ландыши От души Я подарю вам грамоты С подписью От главы Спасибо Что это? А я считаю, что Байдена давно пора врачам показать Иди отсюда Нам такие шутки не нужны Да подожди, подожди, смешно Рофл Жиза Продолжим Антонина Валерьевна, наш врач-стоматолог Живет по принципу око за око Зуб за 17 тысяч Понятно Этого тоже врачам показать? Этих А себя зачем показывать? А у меня зависимость Я портреты печатаю Уже все деньги в типографии просадил Так, коллеги, наше выступление поворачивает вообще не в ту сторону Может у кого-то есть что-нибудь нормальное? Пожалуйста, социальный номер Так, и что тут социального? Социальный вопрос Почему такая медсестра зарабатывает больше, чем врач, который учится шесть лет? Милочка моя Я вообще-то тоже шесть лет училась На учителя Светлана Павловна, где вы ее взяли? Да она репетитор у моей дочери По-русскому? По стриптизу По стриптизу Ммм, какой талант Как красиво грамоту упаковал Так Может все-таки уже хватит портить наше выступление? Мы же договаривались, что сегодня на сцене мы покажем шоу Да с этим у нас как раз проблем нет Нам повезло, что в нашу больницу попал русский народный ансамбль Армянского народного водителя и их автобуса Так что встречайте Русский народный ансамбль Пляски, танцев, медицинушка А-а-а-а-а-а-а-а Так Пляски, танцев, медицин blocks А-а-а-а-а-а-а А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а... Всё! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, круто получилось, только я не понимаю, как вы с ними договорились? Вы себе не представляете, на что готовы люди, чтобы в их больничной еде появилось мясо. Друзья, а сейчас давайте небольшой интерактив. Давайте сейчас все вместе, всем залом громко, весело покашляем. Серьезно, давайте. Все-все-все, громче. Как в кабинете у врача. Давайте, все-все-все. Громче-громче. Вот. Алло, министр здравоохранения? Получили видео? Ну вот, а при Дмитрии Тихонове такой бы ситуации в Перми точно бы не возникло. С вами была сборная медицинских работников. И по ходу будущий министр здравоохранения Пермского края. Спасибо. Любовь ведет, не сбавляя шаг, мы входим вместе с тобой бежать. Как перегляс, как и в улицах, соединяя наши... Спасибо. Это была сборная медицинских работников Мурманской области. А сейчас на сцену выйдет команда, представляющая Пермь в первой лиге. Команда КВН по-новому. ПГНУ Пермь. Всем привет. Мы команда по-новому из города Пермь. Мы очень давно играем в КВН, но все по-разному. Как команда мы существуем уже третий год. Я вот, например, играю в КВН 13 лет. Кто меньше всех играет? Наверное, я. Четыре года. Вот такой разбросик. На прошлой игре мы выступали неполным составом, потому что играли в Лиге городов. Ну и все. Там проиграли, тут выиграли, здесь играем, там не играем. Все просто. В первой лиге мы планируем доиграть до финала, выиграть финал и посмотреть, что дают за первое место в этом году. Надеемся... Надеемся коробку чупа-чупс. Было бы неплохо. Что мы хотим от первой лиги в этом году? Да, конечно же, море позитива. И благодарственное письмо. И диплом, чтобы у нас был в рамочке с золотой окантовочкой. Иначе... Зачем это все? Да. Че-то плохо идет. Ну вот уже пора, наверное, выступить, сходить, да? Погнали, ребятки, повыступаем немножечко. Поиграем в кевчик. Ну, я посмотрю. Если начало у них нормальное, то выйду. Если нет, то... Не. Ну вот мы и в первой лиге. Давайте проверим, все ли готово к нашему выступлению. Для начала проверим оператора. Оп! Давай! Лови кадр! Лови! Не поймаешь! Все, иди отдохни! Алиса, проверь микрофон! Отлично! Теперь проверим зал. Похлопайте, у кого отключили горячую воду. А теперь похлопайте те, у кого есть горячая вода. Мы вас познакомили. Дальше как-нибудь сами разберетесь. Давайте лучше проверим жюри. Ну-ка, улыбнитесь. Отлично! Оплата улыбкой прошла успешно. Спасибо за мою корзину на Вайлбрис. Ну-ка, проверим нашего ведущего. Игорь, чувака, как дела, дружище? Отлично! Что отлично? Ты человеку пиджак порвал. Разве ж это его пиджак. Вот пиджачок для него. Заносите. Ну, вот так уже покомфортнее будет человеку. А почему мы себя так нагло ведем? Да все потому что... Дома играем, дома, и мы готовы покорить этот сезон. Ну, здорово, первая лига! Ребят, всем сау! Вот так вот скажу. Все. Только что обкашлял вопросик с одним известным иностранным брендом. Он возвращается в Россию. Макдональдс? Зара? Кока-кола? Берите выше. Ковид-19. Вот так. Тот самый вкус. Вспоминаем. У всех же есть такой друг, который что бы ни говорил, ну, почему-то не верится. Вот Мишаня прям такой человек. Только что гонял на дачу. У меня там в июне уже все выросло. Ну, потому что не использую удобрения. Я использую узлобление. Вот так вот. Удобрения, когда сыпешь, плоды кайфуют, не хотят расти. А если им сказать, вы никто? Помидоры. У вас ничего не получится. Все, сразу наверх идет. Реверсивная психология. Вот так. Ну и что там у тебя выросло? Мята. Со вкусом орбита. Вот так. Причем странно. Я вроде дерол сажал. Ну, их дело. Знаете, на дачу все отдают свои старые вещи. Знаете? О, я так же делаю. У меня там на даче есть лемур, который говорит, узбогойся. Ну, он уже старый стал, у него все зубы выпали. Он говорит, уса-соса. Ус-соса-соса. Как-то так. Все. После работы, соответственно, шашлычок. Делал шашлык по рецепту Руби-боя. Он. Он сидит. Свинина в майоте. Прикиньте? Популярный рецепт, что ли? Я как будто первый раз увидел. Ладно. Я еще посолил, поперчил, лучок кинул. И такая шляпа получилась. Рубс, ты мне мясо испортил. Ну, и вечер, в принципе, тоже. Ладно. Я что вышел-то? Мне же только что Мизулина материться разрешила. Короче, как дело было? Ой, все, давай, врубай уже. Сидим с Мизулиной у меня дома. Все. Я мизинцем об тумбочку ударился. Она мне говорит, Миша, тебе можно, но тихо. И не под музыку, вот так вот. Ну, показывайте. Случай в семье. Здрасте. Здрасте. А вы кто? Как это кто? Сын, я ваш. Помните, 15 лет назад мимо поста ДПС проезжали, вы мне говорите, нагибайся. А когда разгибаться-то вы мне не сказали. В спортзале сразу видно новенького. Ну, че ты бьешь, а? Ну, вот че ты бьешь? Я бы тебе показал, как бить надо. Но мои удары запрещены Женевской конвенцией. Такая суета была. И конвенция. Ребята, все там было. Все было. Ну, неправильно же ты тренируешься. Даже шестнадцатирицепс свой не качаешь. Че ты? Не знаешь, че такое шестнадцатирицепс? Шестнадцатирицепсовая мышца. Самая важная в теле человека. Он она у меня, смотри, видишь? Какая наливная, сочная вся, да? А потому что делаю движение. Вот оно идет. Вот оно вот так идет. Все. Шестнадцатирицепс знаешь, зачем нужен? Чтобы в общественном туалете с кайфом развалиться и при этом не трогать сидушку. Гигиена, бро, гигиена. А вон, видишь, пацик стоит? Да никакой это не пацик. Это мой первый шестнадцатирицепс. Вот так. Я его так жестко раскачал. Он отделился, стал самодостаточным. Сейчас теплообменники, кстати, продает. Очень полезная бабушка. В Министерстве финансов. Здрасте. Здрасте. А вы кто? Как это кто? Экономика я ваша российская. Помните, в 2014-м вы мне сказали, нагибайся? А когда разгибаться-то вы мне не сказали? Когда ты водитель лимузина, все становится немного сложнее. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. А я пристегнуться не могу. Секундочку. Кстати, а почему не едем? Так пробка девять баллов. Тут шесть. Тут три. Все, погнали. А можно к Ауксу подключиться, а свою музыку включить? Может, лучше по блютусу? Так у меня тут не ловит. Можно кресло пододвинуть. Аと... А-а-а. 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 Exact. Удачи. А-а-а. А-а-а. А-а. А у меня кресло дальше не двигается Так ты отстегнись Так я не умею Да блин Ну что, че Ребята, лесау Вот так Извините, что по-французски Просто только что вот с Парижа Как оказалось А что за костюмчик? А я вам забыл, да, рассказать? Я же потомственный модельер Миш, ну хватит людям врать Ну какой потомственный модельер? Имя Чебыкин Михаил Покарабанович тебе о чем-нибудь говорит? Да, у меня папа очень строгий был Наказывал меня ремнем Гуччи Он заставлял носить Я просто штаны обычно без ремня ношу Ну, они как-то сами понимают, что за меня нужно держаться Как-то так Все Устроил меня работать Дольче Габана Вот Между Дольче и Габана Вот эта вот штучка Я работал Все Ну сейчас ушел из бренда Дела у него Габана Габаненькая Очень плохо, если не поняли А у меня все хорошо Открываю свою коллекцию нижнего белья Михаил Сигрет Разрешите вам, кстати, ее продемонстрирую Я знал, что стрельнет, я знал Мишаня, это что за внешний вид? Че ты возникаешь? Это как районы Перми Вот центр Все чисто, гладко А сзади Закамск притаился Заканчиваем Ну и в конце Мы посмотрели выступления других команд Они, оказывается, столько всего про Перм знают Даже мы столько не знаем Вот вы знали, что у нас река Кама грязная? Нет Прикиньте, а люди в Томске знают Да, респект другие регионы Отправляют к нам специально обученных людей Чтоб рассказывали, че у нас в городе происходит, да? А то мы сами-то не бум-бум В общем, другие команды Приезжайте к нам еще Мы же без вас пропадем Вы что? По-новому Спасибо Ты мое сердце Ищи с того золота Ратчер! Бокер выкинули! Бокер! И я всю тебя холода Ты мое сердце Спасибо Это была команда КВН По-новому Пермь Мы с вами увидели пять приветствий И посмотрели бы еще пять Но сегодня больше никто не подготовился А сейчас я приглашаю команды на сцену Настал очень волнительный и нервный момент Переходим к оценкам за приветствие Максимум пять баллов Но, уважаемые члены жюри Один раз Каждый из вас может поставить команде Высший балл Который равен шести Еще раз, внимательно Это можно будет сделать только один раз И только одной команде Не раздавайте награду всем подряд Здесь вам не премия Муз-ТВ Итак, к оценкам Команда КВН Томская сборная Пять 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 Все судьи Пять баллов Команда КВН сборная офисных работников Пять Пять Четыре Пять Пять Четыре Пять Команда КВН Диккенс, например Пять 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 Шесть От Димы Кожома Команда КВН Команда КВН сборная медицинских работников Пять 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 Четыре Четыре Пять Команда КВН Сборная МАИ Итак, сборная офисных работников Сборная медицинских работников И команда по-новому По 28 баллов Томская сборная 30 баллов И команда Диккенс, например 31 балл Спасибо большое, Женя А у нас появился лимитированный мерч первой лиги С мармеладным медведем внутри различных произведений искусства От творений Микеланджело до творений Джорджа Лукаса Жень, встань, похвастайся футболкой Ну вот же, жених Вам, дорогие зрители, нужно предложить в комментариях под этим видео На какой картинке еще могли бы изобразить нашего мармеладного мишку А лучшее предложение мы реализуем на принтах новых футболок Одну из которых подарим автору идеи Спасибо большое, Женя Итак, мы услышали оценки за приветствие И сейчас команды сыграют второй конкурс Несмотря на то, что они тоже услышали оценки за приветствие У нас конкурс-разминка Командам нужно быстро и смешно отвечать на вопросы Прямо как на пресс-конференции Пескова Им дается 30 секунд на ответ Всего будет 3 раунда После которых с некоторыми командами мы попрощаемся Итак, первый раунд – классические вопросы Итак, команды услышат 5 вопросов И им необходимо быстро и смешно на них ответить И мы начинаем Команды готовы? Вопрос номер 1 В барбершоп с каким названием лучше не ходить? В барбершоп с каким названием лучше не ходить? Светлана Я тоже самое хотел сказать В барбершоп с каким названием лучше не ходить? Маркони. Спасибо! Спасибо! У нас только двойные ответы. В барбершоп с каким названием лучше не ходить? Барбершоп воинская часть ЧФ 28-3-0. В барбершоп с каким названием лучше не ходить? Скинхед. В барбершоп с каким названием лучше не ходить? В любое, где русское слово написано английскими буквами. Время вышло. Следующий вопрос. Рыбный четверг, чистый четверг, а какой еще бывает четверг? Внимание! Рыбный четверг, чистый четверг, а какой еще бывает четверг? Чистка рыбный четверг. Рыбный четверг, чистый четверг, какой еще бывает четверг? Четверг четвертого числа с четвертью. Там чертенки еще бывают иногда. Какой еще бывает четверг? Ну вот как раз для него четверг диспансеризации. Какой еще бывает четверг? Развратный четверг. Он, кстати, сегодня и похрен, что сегодня суббота. Какой еще бывает четверг? Я тоже Дмитрий Нагиев. Лысый четверг на первом. Ну мы не поняли, ну ладно. Какой еще бывает четверг? Че? Тверг? У нас финальный вопрос. Девочки, классный ответ, но серьезней. Как вот родителям понять, что ребенок вырос? Стал ведущим первой лиги. Как родителям понять, что ребенок вырос? Мама, папа, вам пора съезжать. Как родителям понять, что ребенок вырос? У него жена и двое детей. Как родителям понять, что ребенок вырос? Когда родители домой пришли, он замки поменял. Как родителям понять, что ребенок вырос? А че, по мне не видно, что ли? Ну это был последний вопрос, поэтому можно ответить. Как родителям понять, что ребенок вырос? Он родителей поручителями сделал. Итак, первый раунд сыгран и уважаемые жюри. Теперь вам предстоит выбрать команду, которая, по вашему мнению, была наименее смешной в этом раунде. Вам нужно поднять табличку с номером команды, которая получит 6 баллов и покинет нас в этом конкурсе. Итак, интрига. Там немного же табличек. Выбор сделан и нас покидает команда номер 2. А мы переходим ко второму раунду. Анекдоты. В этом раунде команды услышат немного осовремененное начало всем известных анекдотов, которым нужно будет придумать смешную концовку. Начнем. Первый анекдот. Летят как-то в космос Василий Иванович, Петька и Юлия Пересильд. И Петька спрашивает. Летят как-то в космос Василий Иванович, Петька и Юлия Пересильд. И Петька спрашивает. Юлия Пересильд. А че, реально ваша дочь в окно вышла? Слово пацана. Кто смотрел? Я. Летят как-то в космос Василий Иванович, Петька и Юлия Пересильд. И Петька спрашивает. Как тебе такое, Илон Маск? Летят как-то в космос Василий Иванович, Петька и Юлия Пересильд. И Петька спрашивает. Прикиньте, как сейчас Юрий Лоза охренел. Летят как-то в космос Василий Иванович, Петька и Юлия Пересильд. И Петька спрашивает. Как бабу делить будем, Василий Иванович? Да. Анекдот номер два. Вернулся как-то джиган из командировки пораньше, а там. Вернулся как-то джиган из командировки пораньше, а там. Пятый. Вернулся как-то джиган из командировки пораньше, а там. Рехаб. Вернулся как-то джиган из командировки пораньше, а там. А там я, суррогатная мать его детей. Вернулся как-то джиган из командировки пораньше, а там. Джиган в командировке? Он работает? вернулся как-то джиган из командировки пораньше а это не его дом вернулся как-то джиган из командировки пораньше а там Там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там Никогда не был так близок к зашквару. За шквару. Пришел однажды Штирлиц на передачу «Пусть говорят». А что у него? Какая-то семья неблагополучная? Пришел как-то Штирлиц на передачу «Пусть говорят». Ну вот такие сейчас ведущие на Первом канале. И время закончилось. Это был последний анекдот. Уважаемые жюри, решение снова за вами. Выбираем команду с самыми несмешными анекдотами. Вот такой вот КВН на Ютубе. Итак, какая команда покинет нас на этот раз? Спасибо вам большое. Я понял, что вам понравился конкурс. У нас ничья. И для команд 1 и для команды номер 3 у нас дополнительный анекдот. Команда номер 1 и номер 3. Итак, останавливает как-то гаишник нового русского на новом москвиче. Останавливает как-то гаишник нового русского на новом москвиче. А он китайский. Останавливает как-то гаишник нового русского на новом москвиче. Говорит, блин, а что все новое, а я старый? Останавливает как-то гаишник нового русского на новом москвиче Я, кстати, год назад приехал, я и есть новый русский И у нас снова вышло время и опять придется принимать решение Итак, я понимаю, что сложно найти выход из этой ситуации Мне сложнее всего, какая команда хуже всех рассказала анекдот Три Марина, один Три Это самое решительное жюри Да, они только что выгнали обе команды из конкурса Ребят, спасибо, вы уходите Итак, последний раунд разминки — это стоп-кадр На сцене будет разыграна какая-то ситуация А команды должны либо стать частью этой ситуации Либо ее как-то прокомментировать Главное — юмор Начнем первый стоп-кадр Итак, что же мы видим? А мы видим гаишника Но с полностью забинтованными руками Какие будут комментарии? Ты что, с танцорами ехал с нашим? Ну вот, будете знать, как меня останавливать И я люблю тебя У нас следующий стоп-кадр На улице вы встретили Вот такого вот накачанного парня Перед мольбертом для рисования Смотрите, какой он нарисовался А, так вот почему культурист. А вы Альберт или Мольберт? Время вышло. Спасибо большое. Уносим Мольберт. И готовим следующий стоп-кадр, финальный. Это будет надувная лодка, рядом с которой стоит мужчина с табличкой «До центра 300». Ну ладно, я клюнула, поехали. То есть мост так и не собираются строить, да? Вези меня, мразь! Вези, я сказала! 10 секунд. Че, едем или ждем, пока полная наберется? А тебе какая баба лучше? Такая или надувная? И это был финальный ответ. На этом все. Сейчас правила немного поменяются. У нас на сцене две команды, и вам, уважаемые жюри, нужно выбрать победителя, который получит 10 баллов ровно. Голосуем. Единогласно у нас побеждает в конкурсе разминка команда номер 5 сборная медицинских работников Мурманской области. Итак, давайте обратимся к Евгению Городницкому и узнаем цифры, которые сейчас всех волнуют. Евгений? Так, давайте перейдем к этим важным цифрам. 16-го горячую воду дадут на улице Чкалова. 24-го на моторостроителей. 28-го на Патриса Лумумбы. Спасибо, Евгений. Теперь мы знаем, сколько еще держаться. Все, теперь переходим к оценкам суммы баллов за два конкурса. Итак, сборная офисных работников 34 балла. Команда по-новому 35 баллов. Томская сборная 37 баллов. Сборная медицинских работников 38 баллов. И команда Диккенс, например, 39 баллов. Спасибо большое, Жень. Спасибо. На экране вы видите QR-код. Переходите по нему и подписывайтесь на телеграм-канал Первой Лиги. Это временная мера. Мы уже ведем переговоры о том, чтобы Первая Лига появилась на госуслугах. Третий конкурс этой игры — конкурс-эпизод. Задача команды — использовать в основе этого конкурса известный отрывок из фильма или сериала. И сейчас свою заявку в фонд кино покажет сборная офисных работников. Мы выбрали эпизод из фильма «Назад в будущее», в котором главные герои перемещаются во времени. Но если бы они жили в России в наше время, это было бы все чуть-чуть сложнее. Марти! Скоро ударит молния! Док, значит, пора заводить машину! Опа! А как я тебе заведу этот китайский хавал-шанцун-люкен назад-назад-сэр? Промакс! Где моя старая тачка? Я ее продал. На нее нигде нет деталей. А на эту? А на эту подходят детали от любого телефона Xiaomi. Так, ладно. Как она открывается? А это известно только Си Цзинь Пину. Опа! А как закрывается? Возможно, Пин Цзинь Си. Да бред какой! Док, ты зря ругаешься. Здесь много классных фишек. Много. Побибикай. Я люблю тебя! Какой-то бред. А еще здесь есть почти русское радио. Подарило сердце на долгую палец. Куа-юэ и линь-и нашелый щен-бел-ти. О, что, в Ягре новенькая, что ли? Так, ладно, короче, хватит баловаться. Как ее завести? А вот тут нужна инструкция. Док, тут все на китайском. Давай, смотри, смотри, ниже должен быть русский. Да-да-да, сейчас. О, русский! Это пароварка. Блин. Ладно, тогда давай просто нажимать по очереди все кнопки. Пафосно у них, конечно, пепельница открывается. Это да. Марти, опусти стекло. Марти, нажми сразу несколько кнопок. Юмор-ФМ Алло, а? Это Пакистан, да? Нам нужен один килограмм. Рудень. Здравия желаю. Это не то, о чем вы подумали. То есть вы не путешественники во времени, которые не могут разобраться с автомобилем? А вы слишком умный для полицейского. А вы слишком странный для наркоманов. Документы показать? У меня свои. Но мы тогда поедем. Но я тогда пойду. До свидания. Марти, не переживай. Это не настоящий полицейский. Почему, док? У него вафли вместо погонов. Тогда все нормально. Ну, куда отправимся? Марти, мы отправимся туда, где есть Зара и Кока-Кола. В прошлое? В Минск. А, ну да, в прошлое получается. Так, по-любому здесь голосовое управление. Эй, тачка, нам надо в Минск. Пекин. В Минск. Через Пекин. Нам надо в Беларусь. Маршрут построен. Добро пожаловать в город Пермь на 300 лет назад. Нет! Офигеть! Они вообще каждый год так празднуют! Эй, тачка! Нам надо было в Минск! Прошу прощения. Меня ввели в заблуждение ларьки белорусские колбасы. Ну да, здесь их больше, чем в Беларуси. Эй, мужик, какой сейчас год? Плохой год. Дожди, урожай сгнил и вороны. Док, давай останемся здесь. Это очень хороший год. Марти, мы так далеко не уедем. Нам нужно попасть на завод, где собрали эту колымагу. Маршрут построен. Мы едем домой! Серьезно? Завод «Москвич»? И что в ней российского? Док, ну ты чего? Я люблю тебя! Марти, блин! Виталя! Вот это лопатой в левый угол, а палки в правый. Так, с запчастями разобрались. Опа! А вы как на пароварке приехали? Виталя, надо поднимать ценник, она еще и ездит! С вашей тачкой проблемы. Не пробовали заряжать? Как? Тайп-Си. Так просто? Так мы ее с четырех к Сяоми собрали. Я говорил! Поменяйте нам, пожалуйста, на тачку, на которой можно путешествовать не только во времени, но и в пространстве. О том, постоянно в России. Во времени, да. А в пространстве нет. Потому что машины такие? Потому что время такое. Вы что, новости вообще не смотрите? Друзья, этот сюжет был о том, что россиянам сейчас очень сложно путешествовать, но они всегда эти проблемы побеждают. Ну а с другой стороны, кому сейчас легко? Казахам! Точно! Тачка, нам надо в Астану! Пекин? Да пошла ты! Через Пекин? Приветики нейросетики! С вами Лена Углева, NFT-хозяйка Первой Лиги. Хочу напомнить вам, что в мире осталось очень мало амурских тигров и южноавстралийских коал. Но зато у меня есть много благодарностей спонсорам команд. Команда КВН сборная офисных работников благодарит команду Алтай Молодой, правительство Алтайского края и лично губернатора Алтайского края Томенко Виктора Петровича. Встречаем следующую команду, команда КВН Диккенс, например, Челябинск. А мы взяли вот этот узнаваемый эпизод из фильма «Властелин колец». Ведь как только девушки делают предложения, тут же собирается вот такое бабство кольца. Нельзя просто так взять и отказать предложений, даже если он придурок. Да, девочки, как вы не понимаете, мне первый раз делают предложение. Вот не знаю, брать ли кольцо. Да, конечно, брать. Он же Арагорн, сын Араторна, наследник Исильдора, истинный король Гондора. Но не русский. Да, не русский. Ну не знаю, и я бы кольцо не брала. Это еще почему? Есть поверье, что та, кто надевает кольцо, становится стереотипной женой. А ты от таких обычно в шкафу прячешься, да? Сюда! Да! Все, девочки, я поняла. Нужно отнести и выбросить это кольцо в жерло вулкана. Но туда идти 10 тысяч километров. Я пойду с тобой. И все? С тобой мой лук! Мой меч! Моя девственность! Чем богато? И вот, пошли они 10 тысяч километров. Хотя могли купить дешевые билеты на авиасейлс. Авиасейлс! Да-да, мы уже и здесь. И вот они у жерла вулкана. А вот прям выкидывать, да? Да, кидай. Ладно. Просто оно такое красивое. И так хорошо будет смотреться на моем пальце. Только не надевай! Я хочу гладить постельное белье! Что это было? Ты становишься типичной женой! А может, это не так уж и плохо? Нет! Месяц без секса! Что такое секс? Но мне так понравилось... Прекрати! Это и твой ребенок тоже! А ну с ним! Нет! Оно мое! Отдай! Нет! Моя прелесть! Моя прелесть! Это он тебе предложение сделал? Да. Надеюсь, хотя бы богатый. Мы умрем с тобой в один день. Это ж плохо! Ты видишь, как он выглядит? Ему недолго осталось. Я люблю тебя! А на аватарке он лучше выглядел? Конечно! На аватарке он волк! Так, Ира! Отдай сюда! Ты знаешь, что я не мастер красивых речей, но я скажу! Ты, если с ним, то не надо будет! Плохо! Ты лучше семь раз отрежь, чем журавль в небе! Он же тебе, как собаки, третье сентября! Так что, может... Нет! Я же мог оформить возврат! Дура! Алло, Санлайд, кольцо вернуть можно вам? Хорошо, что ушел, да? Ты че, расстроилась? Уходит так просто! А, ты петь решила? Но я даже рада! Тусал, чешу, воздух! Ау, я с кем разговариваю? Он залечит все раны! Ира! Сюжет завершаем! А, мы сюжет завершаем! И рады, что пеем! Снова мы посетили! Про Мара не забыли! Еще и мораль будет! Надо жить лишь тем, кого полюбили! Василина Галец, сейчас была иллюстрация! До этого конкурс, симправизация! Приветствуем и срывали овации! Какой же тут кайф, самореализация! Круто! Еще б тех с песни не скинули, вообще б кайф был! Диккенс, например, спасибо! С ума мы сошли в голове иллюстрации! Как мы полетим! Мне нужна гравитация! Команда КВН «Диккенс», например, благодарит правительство Челябинской области в лице губернатора Алексея Леонидовича Текслера и администрацию города Челябинска в лице главы Натальи Петровны Котовой. А следующий эпизод нам покажет команда КВН «Томская сборная». А для конкурса эпизод наша команда решила взять самую известную сцену из фильма «Звездные войны». Итак, смотрим! Люк, я твой отец! Нееееееет! Или да! В эфире «Мужское и женское». Здравствуйте! Любовник в шкафу — это скрытая угроза или новая надежда? Главное, чтобы империя не нанесла ответный удар. Перед нами типичная маргинальная семья, в которой все конфликты решаются силой. Сегодня мы поможем Люку Скайуокеру найти настоящего отца, бывшая жена «Темного лорда» в студии. Ах ты, тварь! Не видишь, сын тебя всю жизнь ждал! Свободи его на дзюдо! Вообще-то я звезду смерти создавал! А дома полка не прибита? Я тебя сейчас придушу! Куда? Мы еще не помирились! Для начала хотя бы скажи, какой у меня любимый цвет! Зеленый! А вот и наш первый потенциальный отец! С первого взгляда может показаться, что это выпавший пакет на свая. Возможно, это и привлекло Людмилу. Зеленый цвет — значит, можно! А всегда ли действует это правило? Сейчас узнаем. Да не было у меня с ним ничего, он же маленький! Размер главное не им пользуешься как, а? И тебе с ним нравилось? Красавица нравится, нравится моя, не терпи. То есть, если вы отец, вы готовы платить алименты? Мам, без алиментов мы не сможем купить тебе собачку, которую ты так хотела! А в каком смысле мать хотела собачку? Узнаем от следующего потенциального отца. При виде подобных существ хочется сказать одно — феминизм, остановись! Да он не может быть отцом! Я с ним только вчера переспала! Чего вы все так осуждающе смотрите? Вы попробуйте поработать на космической вахте год только с дроидами! Такое чувство, что Людмиле изменять мужу — это дело техники! Офигеть! А можно всех потенциальных отцов увидеть? Они уже в пути! Я сейчас им всем втащу! Такое иногда бывает у мужчин после сорока не бжжжж! Теперь точно втащу! И ты будешь первым! Камень, камень, камень! Тогда я тебе втащу! Это что? Та самая сковородка, которую нам подарили на свадьбу? Да, после которой ты стал носить шлем. Людмила! Не спешите мириться! Ведь по результатам ДНК-теста... Родил не отец кто тот, воспитал тот. А? Кто? Куча маргинальных фриков и сказки про космос. А когда вы в последний раз смотрели российское телевидение? Томская сборная. Спасибо. Команда КВН Томская сборная благодарит Томский государственный университет, Томский политехнический университет и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. А сейчас мы увидим, какой эпизод подготовила команда КВН сборная медицинских работников Мурманской области. А свой эпизод мы решили посвятить нашему известному коллеге, доктору Франкенштейну. Но мы считаем, что ему гораздо сложнее было бы совершить свое открытие, если бы он работал в обычной поликлинике. Оно живое! Оно живое! Игорь, сколько можно говорить? Никакого пива в рабочее время. Сегодня мы, наконец, оживим человека. И если ты мне поможешь, я подарю тебе все, что ты захочешь. И даже... Да-да, я помогу тебе вернуть проигранный в карты мягкий знак из твоего имени Игорь. Ход бы, ход бы. Ну что, приступим. Доктор, мне только спросить. Чего вам, бабушка? А правда, что вы здесь человека оживлять будете? Да. А можно посмотреть? Брешут. Не Ленин. Так. Надеюсь, нам больше никто не будет мешать. Добрый день. Говорят, вы видели, как я в процедурном кабинете спирт ворую. Нет. Хорошо. Тогда я у себя. Доктор, у меня вопрос к вам. Чисто этический. Вот я медбрат. Медсестра вам не родственница. Супер. Тогда я не у себя, а у нее Изольда Валерьевна. Все, Игорь, запускай. Не торопитесь. Здравствуйте. К вам проверочка из Горздрава. Я Марина Викторовна, а это Марина Николаевна. Долбаные Маришки. На вас жалоба. Вам хотят запретить воскрешать мертвых людей. Кто? Пенсионный фонд. А зачем вы меня тогда на работу брали? Ну, у вас фамилия заканчивается на Штейн. Мы думали, вы умный человек. Вторая положительная. Вторая положительная. О, третья отрицательная. Четвертая положительная. Спасибо, граф. Кстати, когда уже наконец починят центрифугу для анализов? Да ладно, не чините. Мне в кайф. Обожаю кровь из ночного клуба. Так, все. Игорь, включай. Доктор, почему не сработало? А, забыл самое главное заклинание. Добрый вечер. У собачки боли. У кошечки боли. А ты оживи. Чудовище! Ура! Получилось! Мы его оживили! Честно говоря, не в первый раз слышу такое от врачей. Доктора где я? Вы в Перми. Я чу... Чудо можем в Перми? Я пермский амкар? Вы даже, если честно, немного на него похожи. Ну, выглядит он так себе. Зато я полностью из отечественных деталей. А сейчас все, что из отечественных деталей, вот так выглядит. Разве он может где-то пригодиться? На самом деле, я верю, что где-то есть место, где меня полюбят, будут мной восхищаться. А, это он про КВН. Нет, я реально верю, что такое место есть. Эта история закончилась для всех хорошо. А доктор действительно совершил величайшее открытие. А я смог полежать во время игры первой лиги, потому что в ДК Солдатова с моим ростом сидеть капец, как неудобно. Хозяин, а как же... Да-да, Игорь, я помню. Вот он твой мягкий знак. Сборная медицинских работников. Спасибо. Команда КВН сборная медицинских работников Мурманской области благодарит правительство Мурманской области и лично губернатора Андрея Владимировича Чибиса, а также Центр репродукции Embry Life и лично генерального директора Брагилева Вадима Алексеевича. А мы продолжаем новый взгляд на эпизод от команды КВН по-новому. На небе только и разговоров, что о море. А откуда это у тебя такая информация? Нет. Нам вообще пофигу на море. Мы же даже в него нырнуть не можем. Так только пяточки помочить. У нас на небе только и разговоров, что о Паше технике. Да мы только-только привыкли, что Гуфу не надо ездить. Какой-то Паша техник появился. Надоели, блин. Ладно. Скажу как-нибудь по-другому. На море только и разговоров, что о небе. А откуда это у тебя такая информация? Нет. У нас о другом разговоры. Вот, например, почему вы, люди, к нам в море по пояс заходите, немножко стоите, а потом выходите? Русалочки думают, что вы их дразните своими ногами. Не делайте так больше. Кстати, никто не видел мой большой пельмень? Он соскочил с моей большой вилки. Я ел. Нет. Вы очень разочаровали Посейдона. Жди цунами в бассейне Олимпия. Понял? Давай без неба и без моря. В джунглях только и разговоров, что о горах. Я гадюка ядовитая кобра-змея-змея-змея-саламандра. А откуда у тебя такая информация? Нет. У нас в джунглях о другом говорят. Например, ты знал, что самки леопарда ходят в человеческих лосинах? Это жутко выглядит. С детьми на прогулку выпал и страшно. Или, например, вон, недавно приехали к нам какие-то люди, вырубили половину леса и начали снимать шоу для подзабытых российских звезд. У них там, знаешь, какие конкурсы дебильные? Они моих братьев вот так вот вертят, и кто дольше вертеть будет? О, вон! Он этот, кстати, там участвовал. Слышишь, из-за тебя Лехи в тот раз скорую вызывали. Я надеюсь, тебя тут тоже вертят. Ладно, давай еще как-нибудь попробую. в горах только и разговоров о том, что Мияги крутой певец. Откуда у тебя такая информация? А как же я? Ты моя королева вдохновения? Могли меня ведущим позвать? Да. Ну, давай еще что-нибудь придумаю. В России только и разговоров о том, что скоро заживем. А откуда у тебя такая информация? Из какого источника? Ты мне скажи, чтобы я в курсе был? А то я постоянно не в курсе. Надо мной уже люди угорают. Миш, ну, зачем ты это все делаешь? Да затем. Я просто хочу объяснить одну довольно простую мысль. Сейчас очень много всяких источников информации, но ведь не все же из них правду говорят. Так что, люди, давайте будем верить только тому, что мы видели своими глазами. Видали? Это называется боковой поклон. мы с ребятами придумали. Ну, мы новаторы этой игры. Крутим, вертим ее, как хотим. Че, пацаны, расход? Нет, укат. Команда КВН по-новому благодарит правительство Пермского края и губернатора Пермского края Махонина Дмитрия Николаевича. Выражает благодарность руководству Пермскому государственному национального исследовательского университета, руководству чемпионату КВН Прикамье и мужским костюмам Менс де Валор за всестороннюю поддержку. С вами была Лена Углева. На этом я прощаюсь. Берегите себя и не сгорите на солнце. Обычно дома перед телевизором, когда смотришь сериал и слышишь эту фразу, становится грустно. Это был последний эпизод. А теперь я приглашаю команды на сцену. Это время первое, но обуслов времени Это время первое, в полности времени Это время первое, как не хочешь стать легендой Это время первое, это время первое, но обуслов времени как выступают команды, мы видели. Ну а теперь настала очередь выступить нашему жюри. Посмотрим, приготовил ли стихотворение Константин Бутусов. Ой. Да. Дорогие перемяки, хочу каждому из вас, вот каждому из вас посмотреть в глаза и поблагодарить за то, что вы принимаете здесь такую прекрасную первую лигу. Спасибо вам большое. Низкий поклон и вам. Ну, получается, блин, как... Ну ладно. Давайте все вместе поаплодируем Игорю. Игорь! 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 Лучший ведущий лучшей лиги в мире! Люблю всех! Браво! Спасибо Костя Марина Илюхина. После такого фееричного Кости очень хочется говорить мало. Я думаю, у меня теперь есть такой шанс. Друзья, спасибо огромное. У нас всегда душевно, сердечно, у нас самая лучшая молодежь, у нас самая лучшая погода, у нас самый лучший ведущий, АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Марина. Спасибо тебе, спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Михаил Башкатов. Привет, Пермь. Справился. Хорошо. Да, привет, команды, привет всем. Рад быть снова здесь, в Первой лиге. Рад, что Первая лига определилась с ведущим в этом году. Игорь, прекрасный ведущий, я это хотел сказать. В прошлом году был такой кастинг длиной в сезон, я рад, что выбрали тебя. Вы все получили какое-то техзадание, или что? Нет, искренне, просто искренне говорю. Мне кажется, что перед нами прекрасные команды. просто не забывайте об этом, о том, что вы что-то больше, чем просто состав людей, которые там вместе выступают. Вот, прекрасные ребята из Мурманска. Если вы еще и коллеги действительно, то это вообще фантастика просто. девчонки Челябинск, очаровательные. Мне кажется, вы так, вам так хорошо друг с другом, вы так кайфуете. Ну и Томск, да, ребята, земляки, привет. Я рад, что в Томске все хорошо с КВНом, даже и без нас. Вот, я рад, что, то есть это прикольно, когда ты не следишь за тем, что происходит в Томске, в КВНе, потому что у тебя как бы уже нет времени, а потом на сцену выходят такие классные ребята. Я вам желаю успехов. Спасибо. Спасибо большое, Миша. А сейчас Катерина Шпица. Сейчас будет шутка. Значит, я не первый раз в жюри. У меня роман был со столом. Стол меня бросил, а ведь я же могла под ним поваляться. Под столом, потому что очень смешно. Спасибо вам, ребята, я сегодня хохотала много-много-много раз. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Катя. Дмитрий Кожома. Так, конечно, Катя задала такую планку по юмору, что сейчас реально будет сложно что-то сказать. Прикольное. Ты, главное, нас предупреди, когда будешь шутить, чтобы мы... Такое ощущение, что сегодня КВН был ровнее вот от начала и до конца. Он был ровнее. И не знаю, может, это типа второй день и вот на старых дрожжах, там, я не знаю, вот оно может быть из-за этого, но сегодня команды реально круто, одинаково, но по-своему выступали и это было очень кайфово. И на самом деле сегодня было, вот я уверен, что мы с Катей делились, типа не понимали, как вообще решать, потому что реально одинаково круто ребята выступают. Все. Игорь, тебе спасибо большое. Ты классный. Спасибо большое, Дима. Ждут третьего дня. Спасибо, Дима. Рубен Портивян. Добрый вечер. Большое спасибо за игру команды, как сказал Дима Кожома, очень ровная игра и вы все достойны играть в полуфинале. Посмотрим оценки и пожелаем удачи, кто пройдет дальше. Спасибо вам всем. Спасибо большое, Рубен Грантович. Итак, переходим к оценкам за последний конкурс. Напоминаю жюри, что если у вас еще остались таблички с цифрой 6, то вы можете использовать их сейчас, но только один раз. Это будет последний шанс. Команда КВН Томская сборная. Пять. 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 Шесть. Пять. Пять. Сборная офисных работников. Пять. Четыре. Пять. 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 Команда КВН Диккенс, например. Пять. 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 Все судьи пять баллов. Команда КВН сборная медицинских работников Мурманской области. Шесть. Четыре. Пять. 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 Команда КВН по-новому. Пять. Шесть. Пять. Пять. Шесть. Пять. Пока счетная комиссия подводит итоги немного благодарности партнерам Первой Лиги. Команды-участницы сегодняшней игры благодарят отель Урал-Перм официальный объект размещения гостей Первой Лиги. Первая Лига благодарит правительство Пермского края и лично губернатора Махонина Дмитрия Николаевича за всестороннюю поддержку а также всех жителей Пермского края за теплый прием. И не забудьте что сегодняшняя игра как и все три сезона Первой Лиги КВН посвящены трехсотлетию Перми. Ну а теперь долгожданный как снижение цен на черешню итог игры. Итак пятое место 63 балла сборная Челябинск. Игра подошла к концу но у нашего фотографа еще осталось немного места на флешке. Поэтому по традиции сделаем общее фото команд с ведущим. Друзья, это был второй четвертьфинал Первой Лиги КВН. КВН на Ютьюбе доказательство того, что смешные видео с котами это не все на что способен интернет и не все на что способен Игорь Азнабихин. Впереди третья игра, где мы узнаем полный состав полуфиналистов. Сегодня было жарко, ведь в Перми снова настало а время я Игорь Азнабихин. Это время первое, но вы что время нет? Это время первое, как weakened Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok